здравствуйте друзья письмецо вопрос мне 32 года работаю программистом мечтаю уехать в сша к калифорнию многие мечтают дело хорошее но тут у нас что и возможность даже такая есть что на самом деле редко у кого встречается проблема только в том что ехать придется одному а говорят что иммигрантам там сложно найти новых друзей не говоря уже о создании семьи да так ли это действительно ли так сложно в америке в частности в силиконовой долине русскому человеку найти хорошую скромную воспитанную домашнюю девушку хорошую раз скромную 2 воспитанную и домашней 4 девушку стоит ли ехать сейчас одному или лучше отложить до лучших времен ехать только когда уже есть семья уехав боюсь остаться одиноким и придется возвращаться обратно по моим наблюдениям большинство иммигрантов в америку даже среди моих знакомых и друзей переезжают только семьями серьезный вопрос и мы давайте будем разбираться первое что хочется сказать что я очень как бы положительно из большой симпатии отношусь к тому когда люди хотят создать семью когда они такие вот матримониальные деток растить вообще вот это это очень здорово значит меня только смущает вот что что парня уже 32 года а он все еще не женат и я так понимаю что он не просто не женат а у него и девушки нету который бы он серьезно рассматривал в этом качестве поэтому если он до 32 лет не женился то мы не знаем когда это реально произойдет даже если он никуда не поедет останется там у себя дома мы тоже не знаем то есть это может занятие я не знаю сколько год 3510 мы не знаем честно и он сам не знает я думаю поэтому с учетом вот как бы конкретного расклада вот этого конкретного расклада я бы сказал что чего а чего ждать может меня сначала семью завести а потом поехать но семью что не забудешь от того что ты говоришь надо срочно завести семью идешь там на какой-то рынок и там прикупаешь себе какую-то подходящую моменту в девушку это время ли сколько времени у займет у него чтобы вот выйти в это состояние больше того девушка на которую он женится там создастся семью с которой можно сказать вообще не надо никуда ехать давай вот будем тут жить я не знаю в какой стране он живет но где там может в белоруссии там у людей украине я не знаю но где-то девушки могут иметь совершенно разные отличные мнения от от него по поводу иммиграции значит это один аспект то есть я я считаю что сложившиеся ситуации вот как бы ставить вопрос может быть не сначала жениться не нужно потому что это может занять неопределенно долгое время поэтому мы переходим к следующей части вопроса что у нас тут с девушками в соединенных штатах ну есть такие места где много соотечественников проживает я не скажу что кремниевая долина это уж прям уж такое вот место совсем такое но тут тут хватает нашего брата так счет на на многие тысячи идет есть лос-анджелес есть нью-йорк есть чикаго есть вообще ну всюду люди живут поэтому по части друзей там же еще вопрос был относительно друзей не только девушки но и но и друзей я хочу сказать что сейчас такое тусовочное время столько всяких групп там там они на барбекю ходят здесь они там по тропам шастают здесь они там я не знаю там с палаточкой авторская песня и просто вот так там дружит тусуется вы зайдите на одноклассниках например или на фейсбуке зайдите в группы там есть большущие группы по несколько тысяч человек а там группа сан-франциско группа кремниевая долина и там силиконовая как она там называется или там сан-франциско бр посмотрите на лос-анджелес на нью-йорк там много-много тысяч людей поэтому уж тут я не знаю как можно остаться без друзей без девушки вообще без какого-то круга кроме того здесь люди которые приезжают они же как бы вырваны из того круга в котором они были всю жизнь эти годами складывается знаете как и остро чувствуется нехватка поэтому они приезжают на новое место и очень активно активно начинают искать вот какие-то новые контакты поэтому это не просто тысячи людей вокруг вас а это тысячи людей которые ищут контакты поэтому представить себе что можно остаться без друзей но приходить к нам в школу в крайнем случае если там будете в кремниевой долине значит мы вас познакомим там с парочкой они уже вас возьмут там на пяток тусовок каких-то и дальше уже понесетесь уже забудете что там на работе происходит все будет тусоваться на тусоваться то есть насчет насчет друзей тусовок я я не вижу как это может вообще вас зацепить сильно потому что я вижу что со студентами нашими происходит вот они очень многие приезжают из других штатов казалось бы приезжают люди из нью-йорка там из чикаго то есть из лос-анджелес из таких мест где работы полно не хотят обратно выезжать вот им тут как-то вот и у них уже друзья у них уже тут я не знаю там свободного времени нет они все время куда-то несутся то у них там в кофешоп там то они к океану то они в горы то они там еще куда-то последнее о чем вы должны беспокоиться это ведь встретить людей создать какие-то там дружеские отношения другое дело что есть люди которые даже находясь в своей тусовке ну как бы то есть люди вокруг много но у них не складывается вот по части дружбы там и какого такого социального круга я может быть английского перевод но все-таки вот social вот эти вот у них может не складываться просто в силу того что они сами не очень общительные это это правда это отдельная совершенно проблема но в том смысле что америка или там не америка я бы я бы не сказал что как-то это уж там сильно сказывается теперь значит насчет хорошие скромные воспитанной домашние девушки ну понимаете значит все-таки это другая страна и само по себе что ли определение домашней скромной воспитанной хороший меняется при переезде из страны в страну потому что безусловно есть девушки вот они как были там где-нибудь там где-нибудь в курганской области вот они здесь такие же точно и ничего с ними не произошло но это же редко так бывает потому что попав в соединенные штаты значит и девушка и молодой человек они они все начинают как-то адаптироваться при приспосабливаться они начинают работать они сталкиваются с какой-то реальностью это реальность их меняют поэтому а что значит скромная девушка ну 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 даже вот там где вы сейчас живете вот там если вы поговорите с десятью разными людьми они могут по-разному определить вообще что такое для них скромность но в том смысле в каком вы определяете слова скромность безусловно найдется какая-то девушка или там много девушек которые абсолютно совпадут как бы с вашими представлениями не говоря о том что и представления ваши тоже будут меняться потому что когда вы приедете в соединенные штаты и начнете работать и начнете зарабатывать особенно если вы будете в дорогом месте вот как здесь например и вы не сможете сказать я хочу скромную воспитанную домашнюю девушку я ее буду содержать она там может быть будет там где-то так работать там по три копеечки но в основном будет вот заниматься мной семьей там детками и так далее и тогда и вы не прокормите и один этим то есть вам проще такую девушку найти где-нибудь в тихой местности где скажем на зарплату программиста которая не сильно отличается от местной зарплаты кстати вот можно содержать там и семью и дом и жену которая не работает или может быть работает но по чуть-чуть и так далее и вот вот тогда значит это классическое сегодняшнее ваше понимание там скромный хорошие домашние воспитанной девушки вот может быть так реализуется потому что если девушка зарабатывать скажем свои сто тысяч вот тем же тестером я извиняюсь за повторно значит вот девушка зарабатывает свои сто тысяч значит и она может быть и скромная если вы ее спросите и хорошие домашние все что угодно но у нее представление о своем избраннике могут быть намного выше чем вот допустим хотелось бы чтобы построить отношения с такой девушкой она она свои 100 тысяч она и так зарабатывает быть она не придет в восторг от от ваших там 120 или даже 150 и что-то еще нужно хотя она она может жить и так и прекрасно жить и сама и по себе и все но я бы сказал что если мы смотрим на кремниевую долину то здесь девушки очень переборчивые потому что их мало а парней много ну так демографически так получается и вот так же как в россии например обратная ситуация да там вроде получается девушки должны очень стараться чтобы там приглянуться потому что вот как бы то есть девушки борются за парней здесь как бы наоборот немножко получается поэтому вот вы готовы бороться или вы или вы хотите чтобы за вас продолжали бороться здесь знаете для этого нужно жить в таком месте где девушки не зарабатывают по стольничку вот а зарабатывают там свои не знаю там 12 долларов в час ну конечно и таких девушек тоже много в общем в общем то я не сомневаюсь в том что люди находят здесь друг друга они находят здесь друг друга в школах университетах на работе на тусовках на тусовках всевозможных которых чудовищное количество они находят друг друга в интернете и вот у нас работает настя из молдавии девушка и она своего так сказать возлюбленного суженого того у него же мальчик улице вот они встретились они жили оба в кишиневе и нашли друг друга в интернете там пошли там все переписывались пошли познакомились любовь морковь вот пожалуйста уже много лет женат я что сколько там 7 8 10 я не знаю там прилично уже получает поэтому что тут сказать люди находят друг друга в самых разных обстоятельствах если хочется найти человека значит есть очень много способов еще раз я просто беспокоюсь что вы в 32 года не нашли поэтому может быть вы не искали или может быть не за может быть были какие-то другие отношения и они это прекратились много же разных причин бывают почему человек в том или ином возрасте у него нет семьи но если есть такое беспокойство я бы сильно не беспокоился честно кроме того пока вы здесь находитесь вы можете с тем же успехом продолжать искать девушку хорошую где угодно там и белоруссии украине и россии там и ради бога есть тот же самый интернет есть знакомые друзья и там все что угодно вот можете себе знакомиться и может быть девушка которая там живет заинтересуется как бы тем что вы соединенных штатах это как бы для нее будет дополнительный плюс в отличие от девушки которая живет там и может быть не хочет никуда ехать пойти то есть вы как бы отфильтруете тех которые вам потом будут препятствовать ваших иммиграционных намерений то есть я я не конечно понимаете я я такой ситуации когда я за других там должен порассуждать и как говорят чужую беду руками разведу да но но я не вижу тут каких-то особых таких трудностей я не не могу сказать что я слышал от большого количества людей что вот такие трудности обычно родители жалуются знать вот нашего возраста уже люди но и там и помоложе у которых дети так уже постарше становятся и вот они начинают родители мальчиков говорят что хорошую девочку не найдешь родители девочек говорят что хорошего мальчика не найдешь то это какие-то мальчики вот есть а вот такого хорошего нет и вот но это они все так говорят и в общем а в итоге они все женаты и замужем и семьи и детки и все нормально чем не на другое дело что конечно сейчас возраст врачу ищихся сильно подрос по сравнению с тем как вот скажем ну в наше время было кажется наше время совсем недавно было ну да эпоха целая прошла так вот я вижу много девчонок таких знаете уже и 28 и 29 и даже там 30 и они как бы и даже не не собираются так никуда особо них большие творческие планы они там но на них очень приятно смотреть они красавицы они выглядят изумительно в это просто как в музее ходить на картины смотреть вот только руками не трогай все вот смотри пожалуйста получай удовольствие и живые глаза горят и у них там потрясающе себя моложе чувствую вдвое на работу иду я здесь молодею поэтому конечно если вы меня спросите я скажу боже туда тут их стаи просто ходят таких девчонок глаз не оторвать вообще но все все индивидуальные я же я же там того кто вопрос задает я его тоже не знаю лично может вот но я бы не волновался честно сказать то есть народу много и есть очень много девочек хороших и домашних и умненьких и так далее которые хотят создать семью понимаете не меньше чем ребята вашего возраста его старше в какой-то момент они дорастают до того что они хотят создать семью единственная проблема в этом это то что с кем попала семью создавать не хочется а хочется чтобы человек соответствовал понимаете и поэтому чем больше вы соответствуете какому-то стандарту видимо достаточно высокому понимаете вот тем тем больше вами заинтересуется девушек и наоборот вы же тоже не хотите кого-нибудь вы же хотите тоже чтобы это вот да вот тут целое определение там и скромно и воспитанную и домашнюю там и и это все очень понятные категории господи разве что что-то здесь есть неестественно абсолютно идеальное совершенно описание хорошей девушки для семьи и все поэтому и и вы перебираете они перебирают и вот вот это вот сочетание по этим так что но работает тем не менее работает я могу сказать что как бы семьи создаются детки рождаются недвижимость приобретается на крузы ездят в ресторанах сидят так что все нормально так что я хочу молодого чеку пожелать чтобы он на эту тему не заморачивался а если есть возможность приехать то и приехал бы и уже тут на месте господи в школу к нам приходите я вас познакомлю там не вопрос и вот может быть у нас видео вот тоже люди смотрят и может они скажут я вот интересуюсь может нас матримониальные девушки есть которые скажут а я вот как раз домашняя воспитанная и хочу нормального там чтобы зарабатывал чтоб не извращение с какой-нибудь чтобы там из приличной семьи чтобы не пьянствовал табачище от нее не воняло чтобы на других бабник глазами не косил там когда на улице под ручку идет со мной и тогда то есть почему же нет вот я думаю что масса девушек себя определят вот как вот как вы сказали хорошую скромную воспитанную домашнюю девушки значит значит так-то сделаю так вопрошающий пусть скажет это я тут вопрошал а девушки заинтересованные могут него тогда индивидуально в личку ответить если что так что все я считаю что мы так вот эту часть сводническую завершили там может быть мы сейчас раз и замкнем какие-то там кольца если кто-то там значит будет интересоваться не 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 используемые варианты все находятся умники говорят там должны же быть какие-то варианты которые не сработали значит вот это все к нему индивидуально все пишут мы наш канал такого рода услуг не оказывает все счастливо